День с толком В студии Евгения Даровская Здравствуйте в этом выпуске Попутный ветер Жители края вновь жалуются на запах гари В чем причина? Первое, второе и компот Какой рацион готовы предложить детям-аллергикам В дошкольных учреждениях региона? С днем рождения Как самый молодой город края отметил юбилей? Итак, Алтайский край снова накрыл смог Первые признаки дымки появились еще в воскресенье Сегодня утром жители Барнаула и ряда районов Алтайского края могли наблюдать в небе плотную серую пелену По данным регионального МЧС причиной, вероятнее всего, является дым лесных пожаров принесенных из соседних регионов Это подтверждают и данные космического мониторинга Вот эти точки возгорания, которые все еще бушуют на территории Красноярского края Отчетливо видны шлейфы дыма, которые тянутся в сторону Новосибирской области и северо-алтайского края Этому способствует ветер, дующий с северного востока Правда, местные синоптики ухудшения ситуации пока не прогнозируют На сайте Алтайского гидрометцентра уровень загрязнения воздуха ожидается низкий Вероятно, специалисты рассчитывают на понижение температуры и дожди, которые должны прийти на Алтай уже в среду Накануне сотрудники ГИБДД озвучили цифры 16 человек получили ранения и двое погибли Это статистика жертв автомобильных аварий с участием велосипедистов только за последние полгода Правила нарушают, конечно, и водители авто Но чаще сами велосипедисты С начала года зарегистрировано 17 наездов на велосипедистов Из них 10 на детей Один ребенок погиб, трое получили травмы различной степени тяжести И эта картина только в Барнауле Часто подростки пересекают пешеходные переходы на велосипедах что запрещено правилами Например, вот этот парень еще и говорит по телефону к тому же попытался сбежать от сотрудников ГИБДД С родителями этого подростка, конечно же, проведут беседу и сообщают о нарушении в школу А при повторном нарушении, возможно, даже поставят на учет Ну а в этом деле ищут решения сами родители Хлеб и вода Так, по словам мамы, кормили ее ребенка в детском саду У мальчика аллергия на молоко А на завтрак, как правило, дают молочные каши Как кормят детей аллергиков? Есть ли альтернатива? И что делать родителям? В нашем следующем сюжете Этот пост в социальных сетях вызвал бурное обсуждение В центре внимания проблема питания У 4-летнего сына Екатерины Трофимовой аллергия на молочку Врачи также советуют ограничить сладкое В детском саду, а ее Артем ходит в 30-й коррекционный по зрению По словам молодой мамы, в положение вошли Но частично суп давали без сметаны, каши не давали совсем Но сыпь у ребенка все равно появлялась Я написала заявление в детский сад на имя заведующей В котором указала нормативные акты Российской Федерации Законы Российской Федерации В результате мне ответили, что мы не можем предоставить отдельное питание По нормам САМПИНА И предложили либо сократить день посещения, то есть на полдня Либо сменить детский сад на частный Либо сидеть дома с ребенком По словам заместителя заведующей детского сада с Екатериной Трофимовой Они договорились, что завтракать Артем будет дома Поэтому молочные каши из ежедневного рациона ребенка убрали Хлебом объяснили нам, он просто перекусывал, когда приходил гораздо позже завтрака К согласию стороны в итоге так и не пришли От Екатерины в детском саду ждут справку от аллерголога Где врач подтвердит диагноз ребенка А молодая мама ждет ответ на жалобу из Роспотребнадзора Артем же продолжает ходить в детский сад Кушает хорошо, как и все здесь У нас есть родители, которыми мы договариваемся А они докармливают дома ребенка То есть они и завтрак могут покормить дома А не прийти в детский сад Обед он получает в комплексе У нас есть еще один ребенок, тоже на молочные продукты Но здесь семья нам идет на уступки И мы с ними можем тоже договориться И таких детей в любом детском саду немало И у всех индивидуальные ограничения А условия одни Готовить отдельно для аллергиков В детских садах не могут Приносить еду с собой и разогревать нельзя по нормам Санпина Но выход из ситуации есть Нужно просто прийти, посмотреть меню и определить Что можно ребенку, что нельзя ребенку У нас меню 10-дневное, оно цикличное Можно посмотреть на все 10 дней И определиться с теми продуктами, которые может потреблять ребенок Родительская оплата в детских садах Барнаула Сейчас составляет 1650 рублей в месяц Эти деньги идут на четырехразовое питание Математика несложная Примерно по 20 рублей на прием пищи Поэтому пока единственная возможность Для детей и аллергиков не остаться голодными Это умение их родителей договариваться С детским садом и подбирать из того, что готовят Оптимальный вариант Дарья Демилер, Николай Шелко, Александр Антропов День с толком Барнаульцы организуют благотворительный концерт В поддержку у малыша с тяжелым диагнозом У маленького Амира Имранова Спинальная мышечная атрофия первого типа В будущем это прямая угроза Способности двигаться, глотать и дышать Совсем недавно малыш отпраздновал день рождения Ему исполнилось два года А несколько месяцев назад Его родители объявили сбор помощи Для лечения сложного генетического заболевания Лекарство есть, препарат спинраза Оно успешно опробовано за границей Но в России его покупка лежит на плечах Семей пациентов По территории Российской Федерации Препарат проходит регистрации Но этот процесс очень долгий И я как мать не могу просто Слезать, когда я его зарегистрирую Потому что болезнь прогрессирует И мой сын слабеет каждым днем Семья Амира уже собрала 3 миллиона рублей Но для полного курса нужно 29 миллионов Родные мальчика ведут сбор в интернете Страничку можно найти по хэштегу Живи Амир А 25 июля в Барнауле Пройдет благотворительный концерт Всех желающих ждут на набережной В 7 часов вечера К другим темам Самый молодой город края в этом году Празднует юбилей Заринску исполнилось 40 Ровно 40 лет назад Тогда еще приказом Президиума Верховного Совета РСФСР Рабочий поселок Заринский Получил статус города Спустя 2 года был получен Первый алтайский кокс По многолетней традиции Горожане накануне отмечали И день города, и праздник Металурга Масштабные зрелищные гуляния Проходили на центральной улице Которая стала пешеходной Для Заринска это, пожалуй, главный день Который объединяет всех и каждого Создавалось ощущение, что к празднику Присоединился едва ли не весь город Приехали даже гости из других регионов Конечно же, отметились размахом Организаторы приготовили развлекательные программы Где каждый мог найти что-то для себя Подробный репортаж С празднования смотрите в вечернем эфире Не пропустите Там и выступления звезд эстрады Как их узнаете И грандиозный салют Которому, наверное, позавидуют Даже жители Барнаула Миллиард 200 миллионов рублей Потратят в этом году на теплосети Сибирская генерирующая компания До сентября заменит более 30 километров труб Это беспрецедентные, говорят, объемы Чтобы обозначить масштаб работ В прошлом году на 13 километров труб Потратили около 300 миллионов Жители Барнаула резонно отмечают Трубы на проспекте Калинина Ремонтируют каждый год Но теперь обещают раз и на 30 лет Именно столько прослужит новая теплосеть У старый износ 95 процентов Меняют сразу 350 метров И так по всему городу Этим летом, наконец, заменят нормативные 3 процента теплосети В планах по городу Барнаулу Под замену 30 километров сетей 10 уже выполнено Это более 30 процентов Поэтому, я думаю, 1 сентября уже металл будет полностью закончен Пока все в графике С каждым годом количество повреждений на сетях только растет За 2018 год их было более тысячи Это на 7 процентов больше, чем в 2017 Одно из самых масштабных повреждений Труба на водопроводной Сейчас ее меняют на новую Зимой в 30-ти градусный мороз С порывом боролись больше суток Без отопления осталось 12 тысяч человек Сейчас здесь завершают монтаж Новые теплосети Изоляционный материал здесь была минвата Сейчас ППМ-изоляция То есть это изоляция, которая не разрушается Она твердая То есть по ней ходить можно, ее можно бить Для того, чтобы ее снести топором рубля Работы ведут во всех районах Барнаула На 51 участке Заменяют самые изношенные трубы Для этого иногда приходится вскрывать асфальт И ограничивать подачу горячей воды Если резервная схема не была предусмотрена Но это временные трудности За которые энергетики приносят извинения Сейчас их главная цель сделать так Чтобы зимой не нужно было беспокоиться О качестве и надежности теплоснабжения Сотен тысяч барнаульцев Нариде Миллер, Александр Антропов День с толком Еще об одной примете Лето более романтично, чем ремонт В Алтайском крае начался сезон звездопадов До 25 августа Жители нашего региона смогут наблюдать Самое яркое астрономическое явление Поток Персеиды Название свое он получил В честь созвездия Персея Именно оттуда начинается метеорный поток Падающие пылевые частицы кометы Свифта-Тутля Видны невооруженным глазом Лучше всего за городом За час падает около 150 метеоритов Самые яркие звездопады Обещают будут 12 августа Самое время загадывать желание Но о том, увидим ли мы этот поток Узнаем из прогноза погоды В ближайшие секунды Спонсор прогноза Компания Эвалар К этому часу все новости Итоги дня подведем вместе В вечернем эфире До встречи